За два часа до наступления календарной зимы автоинспекторы задержали на заснеженной дороге в центре Хабаровска нетрезвого мотоциклиста. В КМЗ с боковым прицепом ехали двое. Молодых людей совершенно не смущали ни мороз, ни ветер. Лакированный трехколесный без пяти минут раритет приятели гнали на автозаправку. В бак такого мотоцикла нужно заливать дефицитное по нынешним меркам горючее. Автобензин 80-й марки отголосок советских времен продается далеко не на каждой АЗС. А на глаза патрульным несезонный мотоциклист попался на выезде с улицы Гомарника. В самом начале пути. Надо прогревать иногда технику, а то совсем задубеет. И весной не заведется. А почему нельзя в гараже ее погреть? Так это же пешком с канистрой идти. А то, что водитель нетрезвый. Чего это он нетрезвый? Вы его еще нетрезвым не видели. Тест на трезвость морозостойкий нарушитель провалил. Днепр 1988 года выпуска был приобретен молодым человеком меньше месяца назад для редких выездов в город на мотошоу и бакерские тусовки. О том, что мотосезон закончился, 28-летний наездник что-то слышал. Но все это для него не больше, чем условности, как и водительское удостоверение. Мотосезон? Я не помню, я был пьяный, когда он закончился. Да, то честно не скажу. Но для нас он продолжается до сих пор, для владельцев эндуро и прочей внедорожной техники. Единственная проблема, что в нашей стране, если ты едешь зимой на мотоцикле, значит ты уже не прав. Вот поэтому мы стали свидетелем той сцены, которую наблюдаем сейчас. Может не прав, потому что нетрезвый? Я не прав в том, что я не справ. Водительские права категории А нарушитель пообещал получить к весне, как только будет разрешена сдача экзамена. Мотоцикл, который лишь на два года моложе своего нового хозяина, был аккуратно погружен на автоэвакуатор. На арестплощадку его увезли с большой помпой, под развивающимся российским флагом. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.